добрый день дорогие друзья с вами автосалон про тюнинг меня зовут игорь как говорится китайцы впереди планеты всей сегодня мы с вами рассмотрим очень интересный автомобиль это минивэн от компании zikr под названием 009 я вам хочу сказать что китайцы из этой автомобильной компании очень любят ставить все различные рекорды любят выражение самый во всех его проявлениях поэтому давайте поскорее перейдем к обзору поехали это новый минивэн 2023 года выпуска и чем он примечатель ну как все автомобили у zikr это полностью электрический автомобиль и передвигается на электротяге тут у нас установлено два электромотора в передней и в задней оси которые в совокупности выдают 544 лошадиные силы и вот про что я и говорил как раз таки на сегодняшний день zikr 009 это самый быстрый минивэн серийный в мире и может быть кто-то скажет что для автомобиля такого уровня это не особо важно в принципе и будет прав но просто представьте если ваш автомобиль вот такого формата минивэн может разгоняться до 100 всего за четыре с половиной секунды то просто какие-то невероятные цифры для такого большого автомобиля очень классно когда вот такое могут нам показать автомобили из китая и теперь немножко поговорим про дизайн этой машины тут у нас в принципе уже узнаваемые черты автомобильной компании zikr более такие угловатые формы нет каких-то зализанных грани у нас сверху также как из на zikr 001 у нас идут двойные такие элементы дхо и снизу основной блок фары который тоже очень схож со своей со своим собратом zikr 001 тут же очень эффектная решетка радиатора посмотрите просто как она выглядит плюс у нас все вот эти вот хромированные вставки полосочки могут светиться вы когда включаете драйв начинаете ехать у вас она анимации вот так вот разгорается особенно ночью это выглядит максимально эффектно ну все все таки новые автомобили из китая прям умеют создавать такой вау эффект это очень приятно и как и в zikr 001 здесь установлено просто огромнейшее количество камер посмотрите под лобовым стеклом находится целых три камеры но это еще не все спереди у нас в бампере установлена дополнительная камера как раз таки для кругового обзора еще три камеры у нас установлена вот в этой вот зоне в крыле собственно как и на zikr 001 и в зеркале в ножке одна камера которая смотрит вперед под углом 45 градусов и в самом корпусе зеркала еще одна камера ну в общем три штуки у нас на вот это вот небольшой зоне выместилась и сзади тоже есть кое-что интересное помимо стандартной камеры которая установлена у нас под стоп-сигналом имеется еще одна чуть ниже то есть уже 2 камеры камера в задней части и сверху в плавнике у нас установлена еще одна камера то есть задняя части автомобиля еще три камеры и очень интересно как выглядит этот элемент плавника с камерой как по мне это какой-то как будто бы прицел снайперской винтовки выглядит прям максимальные эффекты вернемся к разговору о дизайне что мне понравилось в передней части автомобиля кроме естественно решетки вот этих вот красивых дыха снизу у нас идет элемент на бампере самый нижний такой как сплиттер может быть видели до устанавливают комплекты тюнинг-обвеса в краски вот здесь у нас в нашем тюнинг-центре на различные автомобили чаще всего такой формы сплиттер идет на всякие бмв и мерседес здесь же у нас все установлено в минивэне и я бы не сказал что это как-то выделяется смотрится очень классно гармонично со всем дизайном автомобиля и диски просто посмотрите на этот невероятнейший дизайн как они классно сделаны я когда впервые в жизни увидел сначала подумал что это какое-то не заводское решение что кто-то подумал над дизайном какие колеса поставят на эту машину но уже с завода поставляются вот такие вот красивейшие диски которые окрашены у нас в черный цвет с алмазной полировкой лицевой части по центру у нас идет колпачок с надписью с логотипом zikar это у нас 20 колеса 265 ширина за ними находится тормозной суппорт достаточно большой массивный с одним большим поршнем и в принципе казалось бы что для автомобиля такого объема такого размера плюс еще это еще электроавтомобили которые восстановлены батареи этого мало но здесь у нас есть режим рекуперации поэтому машина будет сама подтормаживать моторами помогать вам в этом и такой системы будет вполне достаточно для практически любых условий эксплуатации вообще с какой стороны не подойти к этому автомобилю такое ощущение что это просто какой-то ультра дорогой супер премиум все сделано очень классно качественно даже вот хром который у нас присутствует на машине на ручках дверей посмотрите насколько большие вставки у нас полностью сверху хромированные также идет большой молдинг по всей боковой части автомобиля тоже очень такой массивный большой и на задней двери у нас такие вот аккуратные вставки которые подчеркивают элементы дизайна которые у нас были на решетка радиатора к чему я это говорю вот такие вот элементы чтобы прям вот так вот показывать весь хром что он такой вот массивные эффектные это у нас присутствует только на дорогих автомобилях но случае zikr 009 это абсолютно не так машина стоит даже дешевле своих конкурентов из европы снова возвращаемся к задней части машины здесь у нас уже видна преемственность от других моделей zikr вот как раз таки весь этот задний фонарь сделан как и в 01 версии такие же у нас вертикальные ламики идут которые посвечу подсвечиваются они же у нас умеют играть светом когда мы заводим автомобиль кроме включаем его точнее это все-таки электрокар и здесь в боковой части фонаря мы и снова видим те элементы хромированного ставок как на решетка радиатора как на боковой части на заднем дыре то что я показал вам и здесь с каждой стороны у нас есть такая небольшая пасхалка видео таких вот элементов дизайна логотип zikr естественно может подсвечиваться внутри же здесь в фонарь под стеклом интегрирована хромированная вставка перемещаемся в багажник этой машины принципе даже больше места я бы сказал наверное чем самым популярными него не это в класс который выпускается в левой стенке у нас установлен дополнительный прикуроритель есть вдруг вы хотите заряжать технику которую перевозите с собой тут же у нас имеется такой вот крючок который выдвигается чтобы подвесить какой-то груз чтобы у нас не летал по багажнику и снизу в подполе у нас прячется знак аварийной остановки и вот такая вот пенопластовая вставка под которую у нас в принципе ничего примечательного нету для использования именно каждодневного там находятся баллоны подкачки пневмоподвески которая установлена в этой машине кстати еще одна маленькая деталь которая у нас есть здесь багажнике вот такие вот лямки за которые вы тянете чтобы сложить третий ряд сидений вперед чтобы поместилось больше груза в багажник на них у нас выбит логотип zikr вот так вот на левой на правой части опять же это мелочь но как я всегда говорю это очень классно что даже вот такие вот небольшие элементы дизайнеры пытаются стилизовать чтобы везде подчеркнуть айдентику бренда zikr в салоне у нас все сделано исключительно из премиальных материалов везде у нас все обшито кожей нижняя часть салона в светлой кожи исполнена а верхняя часть в темно-серой кожи на парпризе на верхах дверных карт потолок у нас сделан из серой алькантары в общем куда не прикоснись все очень приятно ну и собственно руль у нас тоже сделан из серой кожи под цвет остальным оттенком салона и еще одна примечательная деталь и вот когда просто ты садишься за руль этой машины просто посмотрите на объем парприза насколько он большой здесь же у нас установлен центральный динамик аудиосистемы yamaha здесь большое количество динамиков в парпризе на дверных картах у нас двухкомпонентная акустика стоит в каждом сиденье в подголовниках стоит по два динамика ну и в задней части тоже у нас большое количество их имеется качество звука здесь на самом деле очень классная и достойная и вот как раз таки про парприз настолько он большой что мне кажется я смогу туда залезть и там как-то удобно устроиться очень интересно все это сделано и прямо ощущается объем автомобиля здесь очень много пространства воздуха тебя ничего абсолютно не притесняет руль здесь установлен такой же практически как и в 0 1 модели за исключением того что у нас боковые элементы джойстики управления в zikr 01 были настраиваем и то есть на них у нас ничего не было это было были полностью сенсорные панели с различным функционалом зависимости от того что вы выберете на мультимедиа системе здесь же у нас два джойстика прям со стрелками справа слева справа у нас стандартно управление системой магнитолы мультимедиа и слева управления приборной панелью что примечательно еще за рулем у нас находятся вот такие вот рычажки переключения собственно дворники и поворотники лево-право и так далее они у нас просто взяты с джили стандартных но все-таки zikr это у нас бренд джили и установлены сюда казалось бы что вроде бы автомобиль премиальные но здесь у нас такие простые стоит подругли переключатели но не забывайте о том что это автомобили не для водителя а для того кто будет сидеть сзади об этом нам же говорит даже механическая регулировка рулевой колонки по вылету по углу наклона и так далее ну опять же машина не для того кто сидит за рулем сама мультимедиа система здесь установлена идентичная как и в zikr 001 за исключением того что у нас программное обеспечение которое установлено в этой системе переработано под эту машину естественно у нас в главном меню показывается полностью силуэт 09 zikr здесь такие иконки с передней его частью а в остальном также у нас присутствует большое количество режимов езды от комфорта стандартного режима обычного до двух режимов спортивных которые уже полностью подключают все два электромотора и машина показывает вам те самые четыре с половиной секунды до 100 и в обычных режимах комфорт либо экономный она может отключать передний мотор там установлена муфта и ехать только на заднем для того чтобы максимально экономить электроэнергию и проехать очень большое количество км с одного заряда тут у нас показывается при полном заряде батарейки 650 километров но я думаю примерно 550 600 она сможет проехать в экорежиме в комфорте если не ехать на ней быстро отсюда же из мультимедиа можно дополнительно настроить сиденья передние есть регулировка комфортной подсветки во всем салоне можно настроить функции запирания дверей либо открывание окон и так далее функции круиз-контроля адаптивного здесь также кстати можно включить функцию езды на одной педали все-таки это электромобиль очень полезная удобная функция которая здесь доступна ну и стандартные настройки подключения звука и отображение на экран самом мультимедиа снизу у нас панель быстрого доступа как и в zikr 0 0 1 мы можем перейти на главное меню открыть настройки здесь же добавлена у нас еще одна функция для взаимодействия с задним рядом пассажиров настройки климат-контроля выбор приложений обогрев зеркал включить музыку либо выбрать уровень громкости центральная консоль сделано очень эффектно у нас тут идет такая черная глянцевая вставка и вокруг нее хромированная вставка с тонирующим лаком очень классно выглядит тут у нас имеется место для телефона с беспроводной зарядкой такой же переключатель передач как и в 0 1 версии 2 подстаканника и подлокотник который открывается на две части достаточно большой емки тут у нас два разъема тайп си для зарядки дополнительный прикуриватель для подключения остальных дополнительных устройств и сама эта панель у нас идет парящая снизу можно еще положить различные вещи которые вы будете привозить с собой в дороге самое главное место в этом автомобиле второй ряд сидений у нас находится два капитанских кресла которые управляются полностью с электросалазок не как в конкурентах из европы когда у нас в определенном диапазоне сидений двигается по электросалазкам а потом чтобы отвернуть его дальше нужно поднимать рычажок который не в легкодосудном месте плюс нужно как-то прилагать сильные усилия здесь же все полностью на электрорегулировках нажимаете кнопку она полностью сдвигается вперед чтобы можно было забраться на задний ряд сидений ну и в принципе на самом деле место здесь получается достаточно много чтобы пройти назад плюс сдвигается спинка еще ну и можно расположиться на третьем ряду сидений вообще когда я впервые сел в это кресло я сразу понял что это наверное самые удобные сидения капитанских я когда-либо сидел тут у нас естественно есть подогревы атаманка вентиляция самих сидений потому что у нас присутствует перфорация динамики какие как я сказал в подголовнике у нас находится очень классно сделано что у нас все сосредоточено в этих сидений то есть у нас отодвигается левый правый подлокотник для регулировки собственно включение всех этих функций массажа который здесь тоже у нас установлен чтобы у нас не не было такого визуального шума диза по дизайну у нас все это прячется под эти подлокотники и можно еще поднять отсюда столик даже столик у нас здесь встроен такого небольшой очень классно сделан посмотрите насколько он массивный то есть выглядит прям очень крепко и надежно ты прям не будешь в нем сто процентов сомневаться тут же у нас естественно имеется подстаканники у каждого пассажира который будет ехать сзади дополнительные кармашки снизу в которых находится место для хранения мелких вещей и избитой пси зарядка здесь у нас уже завода установлена потолочный экран собственно можно абсолютно все здесь делать слушать музыку включать смотреть фильмы так далее кино но кстати сейчас у нас все здесь на китайском языке можете не переживать на эти автомобили уже доступна классификации которую можете сделать при покупке этой машины в нашем автосалоне дополнительно что у нас здесь присутствует на центральной консоли на втором ряду у нас имеется два таких кармашка в первом располагается пульт от потолочного экрана который прям в свое место так вот очень хорошо входит не будет болтаться в этом кармашке внутри шуметь тут же hdmi разъем и usb 30 дополнительный разъем и снизу еще один кармашек для хранения ваших вещей хотелось бы чтобы здесь был еще холодильник как сделано это в ли девятом чтобы можно было привозить с собой напитки но к сожалению тут этого нет я думаю за эти деньги это более чем достаточное оснащение в салоне этой машины на дверных картах у нас тоже есть много чего интересного и полезного во-первых дополнительное место для хранения воды который будет привезти с собой то есть тут у нас хранятся маленькие стаканчики а тут можно прям засунуть большую бутылку здесь у нас видите кей говорил несколько динамика сверху высокочастотный снизу среднечастотный стоит очень красиво все это стилизовано с такими квадратами как и в других моделях zikor то есть у нас уже есть айдентика бренда понятно даже если мы по закрываем везде все эти значки и логотипы что это zikor такая же перфорация присутствует на дверных картах в ней у нас находится комфортная подсветка очень эффектно это сделано и на самом деле это очень просто то есть казалось бы просто сделать такие вот вырезы стилизовать и поставили туда лет панель и уже получается вот такая вот красота почему до этого никто до этого не додумывался очень странный вопрос здесь сверху у нас в панельке очень классная стилизация видите стоят часы и есть несколько кнопок это управление правым окном левым окном и панорамой который у нас есть даже на заднем ряду но это еще не все что есть в этом экране встроенном не просто часы вы можете его листать и уже отсюда включать различные функции климат-контроль заднего ряда сторона обдува то есть куда у нас будет дуть то что вы настроите под себя сила обдува и так далее то есть все это очень функционально и очень классно что не делают большое количество кнопок под каждую функцию отдельную то есть видите у нас здесь все спрятано в экранчике тут у нас сдвигаются панельки чтобы не мешали вам они визуально когда вы пути ехать в этой машине ну и то что больше всего меня поразило то что в лежачем положении посмотрите как классно раскладывается сиденья это честно говоря первый автомобиль в котором полностью лежа я могу расположиться так что у меня даже ноги не будут касаться переднего сиденья то есть при моем росте 187 сантиметров я ложусь так что я даже носками не достаю до сиденья переднего пассажира максимальный комфорт и в далекую дорогу вы точно сможете поспать на этом сиденье не только на этом еще и на левом потому что она также раскладывается в лежачее положение попробуем сейчас сразу пересесть на задний ряд сидений со второго ряда здесь у нас кстати кнопки на китайском языке но я думаю к этому можно будет спокойно привыкнуть учитывая все остальные плюсы которые есть в этой машине сиденье сдвигается само кстати очень быстро она это делает по сравнению с другими даже машинами не нужно будет долго стоять и ждать пока она уйдет у нас полностью вперед и даже я при своем росте я особо не стараюсь но уже залезаю на третий ряд но сразу скажу если вы будете располагаться так чтобы максимально отодвигаться назад на втором ряду здесь на третьем уже место не останется но даже если вы будете ехать большой компании в этом автомобиле либо большой семьей я думаю можно будет уместиться всем шести пассажирам которые сюда влезут в этот салон ну как говорится в тесноте да не в обиде из функционала который у нас присутствует на третьем ряду очень интересно сделаны дополнительные места под хранение мелких вещей они вот тут вот спрятаны в панели боковой в обшивки двери в общих точнее окна и тут же у нас находится еще один разъем юсб тайп си для зарядка ваших устройств естественно подстаканник у каждого пассажира справа слева имеется и отсюда же у нас есть управление светом который светит на третий ряд под капотом здесь мы ничего особо интересного не увидим все таки это электроавтомобиль но при этом тут сделано все не как в других автомобилях из китая потому что обычно у нас здесь все закрывается пластиком никакого доступа к тому что там находится нету ну помимо жидкости омывателя который здесь у нас тоже присутствует но здесь же мы можем открыть еще и карман центральный и у нас есть дополнительное место то есть капот это еще и багажное пространство куда можно положить но небольшие вещи я не скажу что здесь прям слишком много места но здесь же у нас находится еще и дополнительный комплект это насос штатный для подкачки колес приятно что такое у нас идет уже с завода на автомобилях тем более из китая это не ожидаешь абсолютно увидеть именно здесь ну и помимо всего функционала который может предложить zikr 009 он обладает абсолютно невероятной плавностью хода ну я думаю это будет понятно потому что у нас очень длинная колесная база плюс пневмоподвеска и это самое главное что очень хорошо настроена уже с завода и машина просто несет вас на долгие долгие километры это самое основное качество к я считаю которое должно быть у минивена если вы передвигаетесь сзади и в принципе здесь очень хорошо сочетается мягкая подвеска очень комфортная электро батарея которые могут воздавить довести вплоть до 600 километров это абсолютно отличный запас хода ну и весь этот функционал футуристичный дизайн и комфорт передвижения в салоне все это нам дарит такой вот замечательный автомобиль еще учитывая его стоимость это один из лучших минивенов которые существуют на сегодняшний день как я считаю естественно если вам нужен такой автомобиль обязательно обращайтесь наши автосалоны про тюнинг мы привезем для вас его в самое короткое время и не только zikr 09 но даже самый эксклюзивный автомобиль который вы только пожелаете привозим из любой точки мира не забывайте подписываться на наш канал ставьте лайки пишите комментарии и спасибо что посмотрели этот ролик до скорых встреч